Такой неприметный пикап, припаркованный напротив общины, сейчас играет одну из важных ролей. Здесь обустроен шалаш, в котором иудеи на протяжении недели должны принимать кошерную пищу. Суккот – это единственный именуемый в Торе праздник радости, когда все члены семьи собираются за одним столом, демонстрируя единение, любовь и благодарность Богу. Когда еврейские народы вышли из Египет, и 40 лет шли по Пустино, и были облака славы, которые охраняли и оберегали еврейским народом. И также символизируют наше благодарность Всевышнего, что нас охраняет всегда, оберегает нас и очень любит. В этот праздник иудеи также три раза в день читают молитвы и благословляют четыре вида растений – улав, этрок, адас и араво. Это египетская пальмовая ветвь, израильский мир, сочинская ива и уникальный итальянский цитрусовый плод – этрок. Каждое растение символизирует типы людей – умных, глупых, богатых, бедных и их объединение. Обряд проводится каждое утро. Религиозные евреи совершают такие жесты по три раза во все стороны. Сердце берем, делаем около сердца, что четыре вида, и делаем так, получается, мы через действие привозим к чувствам. Ну а праздник Симха Тора дословно переводится как «радостная Тора». В течение трех дней евреи не только читают, но и танцуют с Торой. Но снимать на камеру этот обряд по правилам запрещено. А на праздничном столе, обязательно на праздники и каждый вечер, пятницы, женщины зажигают свечи, как символ света и добра в доме.